Капуста-агрессор. Капуста – древнейший овощ, который богат питательными веществами, содержит в себе витамины В1, В6, ПКУ и очень мало калорий. Существует удивительный сорт капуста-агрессор. Сорт очень устойчив к дефициту воды и растет даже на самой бедной почве. На сегодняшний день данный сорт очень распространен по очевидным причинам. Помимо легкости выращивания он обладает долгим сроком хранения или прекрасным вкусом, что также не может не радовать. Сорт был выведен в 2003 году и успел покорить сердца почти всей России. Капуста-сорт-агрессор характеристика. Как выращивать? Капуста-агрессор приживается практически во всех условиях, предоставленных Россией. За это она ценится. Помимо легкодоступности она славится очень богатым количеством вмещаемых витаминов и низкой калорийностью. В большинстве случаев капуста-агрессор – это, как любят говорить профессионалы, средний поздний овощ. В среднем интервал между высадкой семян и сбором урожая составляет 120 дней. Средний качан весит от 2 до 3 килограммов, однако иногда удается вырастить больших представителей, которые достигают целых 5 килограммов. С одного гектара можно собрать около тонны урожая. Обратите внимание, капуста-агрессор очень хорошо подходит для, скажем так, не самых трудолюбивых, ведь ее можно добывать без предварительной возни с рассадой. Описание капусты-агрессор данный сорт выделяется красивым привлекательным видом. Розетка направлена вверх, а листья, покрытые налетом воска, немного вогнуты внутрь. Покровные листья могут иметь фиолетовый оттенок. Также они немного волнистые по краю. Если качан разрезать, можно увидеть белый цвет плода, однако в редких случаях присутствует небольшая желтизна. Капуста-агрессор у данного сорта очень внушительная корневая система, в которой одна ветка достигает 18 сантиметров. Обратите внимание, данный сорт капусты очень хорошо подходит для приготовления различных салатов, а также подходит для заквашивания и засолки. Основные особенности посадки капусты-агрессор-посев следует производить исключительно в начале мая. Грядку нужно готовить заранее. Также нужно учитывать, что лучше всего расположить ее на солнечном месте, чтобы земля прогрелась. Растение будет развиваться намного стремительнее, если в почву добавить разбавленный перегной. Глубина заделки 1 сантиметр, а в одну лунку следует класть 2-3 семечка. Важно! Нужно покрывать посаженные растения обычной пленкой, дабы избежать их повреждения, ведь в первые дни ростки особо уязвимы. После того, как появились ростки, нужно выбрать самые достойные, выкинув или пересадив остальные. Многих наверняка посетила мысль, какой же промежуток нужно делать между будущими растениями. Для нормального развития активного роста нужно отступать 60 сантиметров между рядами и 70 между ростками. Рассаду капусты агрессор следует пересадить на основное место через 40 суток после появления всходов. Основные нюансы ухода данный сорт не очень прихотлив и не требует сверхсложного ухода, однако некоторые особенности все-таки стоит учесть. Ни в коем случае нельзя поливать растения холодной или горячей водой, температура должна быть комнатной. Обильный полив должен проходить каждых 3-4 дня, чтобы растение могло полноценно расти и развиваться. Растение очень любит цвет, поэтому не стоит сажать его рядом с высокорослыми культурами, а также забывать о вечном проклятии каждого огородника в сорняках. Нельзя забывать удобрять землю минеральными удобрениями или перегноем, это значительно улучшит качество будущего плода. Защита капусты агрессор от вредоносных насекомых. Химическая обработка от вредителей это опасно, самая большая ошибка при борьбе с жучками-паучками использовать химические препараты. Любое подобное вещество, яд который явно не принесет пользы организму. Основные вредители это капустная моль, капустная тля, капустная муха, рапсовая белянка, улитки и слезняки. Капустная моль это насекомое, которое опасно во всех стадиях развития. Чтобы определить, приложили ли руку вредители, нужно обратить внимание на конец листьев. Если это действительно так, то там будут отложены яйца. Также на капусте, пораженной данным насекомым, часто появляются отверстия, затянутые тонкой пленкой. Чтобы одолеть злодея, следует в первую очередь вовремя пропалывать грядки. Капусту стоит обработать арсенатом кальция, чтобы навсегда забыть о капустной моле. Норма на одну сотку, 12 грамм. Не менее распространена капустная тля, это крошечное насекомое, размером до третьих миллиметров, которые селятся целыми колониями. Определить их довольно легко, когда данная гвардия поселится, то листья капусты приобретут розовый оттенок. Также можно узреть откладывание яиц на кочерыжки. Способ борьбы прост, следует удалить их мокрой тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Мыльный раствор соды следующим врагом является капустная муха. Это мелкая серая насекомая, достигающая 6 миллиметров, имеющая прозрачные крылья смертоносных личинок, которые наносят вред растению. Определить насекомое можно по наличию новообразованных отверстий, которые они прогрызли. Чтобы избавиться от врага навеки, нужно обработать грядку специальным раствором, который состоит из 1 столовой ложки табака, 2 столовых ложек древесной золы и 1 чайной ложки красного молотого перца. Следующая армия – рапсовые белянки. Это белые бабочки, имеющие черные пятна на своих крыльях. Опасны не сами бабочки, а их гусеницы. Они просто-напросто пожирают капусту. В большинстве случаев яйца можно найти по низу листьев. Насекомые будут повергнуты, если обработать растение раствором хлорофоса или арсенатом кальция. Ну и самые распространенные вредители – улитки и слезняки. Основным признаком является вытянутое тело бурого цвета. Данные вредители оставляют дыры в растениях, поедая листья, а также оставляют на нем неприятную слизь. Чтобы избежать нашествия улиток и слезняков, нужно заложить под каждый кочан гранулы препаратов громолемета, под каждые 3-4 гранулы. Внешний вид гранул – болезни, которые могут настигнуть растения. Ни для кого не секрет, что растения – живые организмы, а все живые организмы склонны к болезням. Ниже будут рассмотрены три основных болезни, встречающиеся у капусты агрессор. Начнем с грибкового заболевания кила. Листья меняют цвет и приобретают синий-зеленый оттенок, растение становится вялым. Избежать болезни очень просто, нужно обработать посадочный материал гранозаном. Пропорция – 4 г препарата на 100 г посадочного материала. Не менее распространенное заболевание – черная ножка. В этом случае основание стебля начинает темнеть, а в конечном итоге и вовсе загнивает. Чтобы избежать болезни, нужно окунуть корни рассады в раствор марганцовки перед высадкой на основное место. Также не стоит допускать переувлажнения почвы, ведь часто именно это и становится причиной заболевания. Не стоит переувлажнять почву. Но и последняя болезнь – ложномочнистая роса. Чтобы определить болезнь, надо обратить внимание на листья. Они становятся желтыми, также возможно появление серого налета. Чтобы избежать такого недуга, следует окунуть растение в раствор бордосской жидкости. Основные преимущества и недостатки сорта. Плюсы данного сорта, даже при плохих условиях, дает довольно-таки внушительный урожай. С одного гектара можно собрать тонну плодов. Не требует сильного ухода, подойдет для ленивых огородников. Не требует очень частого полива. Устойчив почти ко всем погодным условиям. Абсолютно все посаженные семена всходят. Приятный вкус. Минусы сорта плод может очень сильно пострадать от различных насекомых. Растение не имеет иммунитета к грибковым заболеваниям. В редких случаях листья приобретают горьковатый рифкус. Капуста-агрессор – очень практичный сорт, который несложно вырастить и поддерживать в должном состоянии. Не требует очень частого полива и не привлекает большое количество вредителей, однако не имеет иммунитета к грибковым болезням. Сорт содержит в себе огромную кучу питательных веществ и витаминов, несмотря на свою низкую калорийность. Капуста-агрессор подойдет практически каждому огороднику.